С 1 февраля в Приднестровье должны вырасти зарплаты бюджетников и пенсии. Такое поручение сегодня дал Вадим Красносельский. Президент выступил с посланием к органам власти. По сути, это постановка ключевых задач на год. Правительство и Верховный Совет должны до 1 февраля проработать вопрос повышения зарплаты пенсии, сказал президент. У медработников повышение должно произойти с 1 апреля. Насколько будет повышение, пока не говорится, но оно будет меньше, чем планировалось из-за экономических ограничений со стороны Молдовы. Молдова пользуется, конечно же, пользуется боевыми действиями в Украине и, естественно, в одностороннем порядке, в своей манере принимает ограничительные действия против наших экономических субъектов, против предпринимателей, против народа в целом. Президенты меняются, а методы те же. Что при одном президенте, что при другом президенте. Разницы нет. Разницы нет. Всегда есть нагнетание, желание удушить, желание сделать больно. Желание ухудшить положение в целом преднестровского народа. Поручение для МИДа взаимодействия с Россией, в том числе по вопросам гражданства. У преднестровцев есть проблемы с получением и обменом паспортов. Главная цель во внешней политике – постараться сохранить формат 5 плюс 2, сказал президент. В формате 5 плюс 2 у Приднестровья, наряду с иными участниками данного формата, равны, скажем так, права и обязанности. То есть Приднестровье обладает правом голоса. И никто это преодолеть не может. Следовательно, у некоторых политиков в Молдове, именно в Молдове, возникла идея разрушения данного формата. В числе ограничений со стороны Молдовы невозможность завести многие медикаменты из стран СНГ. Они не включены в Молдавский реестр. Президент сегодня поручил Минздраву создать сеть производственных аптек, чтобы некоторые медпрепараты производились у нас. С 1 апреля все медучреждения перейдут на новую систему оплаты труда. Так решили после успешного пилотного проекта в РКБ, где зарплаты выросли на 200 и более процентов. Много внимания президент уделил МВД, кроме совершенствования системы «Безопасный город», которая помогает раскрывать многие преступления. Президент говорил об аварийности на дорогах. Тут у вас большой провал. Предложений совершенно никаких нет. Дороги ремонтируются, знаки не меняются, полосы меняются, знаки остаются те же. Развязки не изучаются, аварийность сохраняется. Это не я должен указывать вам, где и какой круг поставить, и какой знак убрать. Это вы должны подсказывать мне. Вадим Красносельский также поручил ввести уголовную ответственность за взлом аккаунтов в соцсетях. Злоумышленники так крадут личные данные и потом шантажируют людей. Во многих государствах уже давно введена уголовная ответственность. Она должна быть и у нас. Министерству госбезопасности президент поручил активизировать деятельность по предотвращению военных, диверсионно-террористических и экстремистских угроз. Те террористические атаки, которые удалось нам предотвратить в прошлом году, наверное, бы изменились в Приднестровье. Перевернули бы ее. И не знай, с какими последствиями. Лица задержаны, дали признательные показания. В принципе, январь-февраль, я так понимаю, будет уже решение суда. Самое главное, не допустили то, что могло произойти. Много президент говорил о стройках по фонду капвложений, о мониторинге цен. Некоторые предприниматели с нового года повысили цены еще до объявления Молдовой новых пошлин. В Приднестровье появится портал «Электронная демократия», который сделает публичным общественный контроль. Минпросу президент поручил подготовить цикл открытых лекций о Приднестровье, Великой Отечественной, войне 92-го. Этот год в Приднестровье объявлен годом семейных ценностей. И этому тоже должно быть уделено много внимания. Мы должны развивать свою историю, помнить ее. Мы должны говорить на своих языках, пропагандировать свои традиции, свои ценности. Кроме того, в школах должны читаться лекции об ответственности за незаконный оборот наркотиков, так называемые закладки. Молодые люди ведутся на легкие деньги, думая, что им ничего не будет. А когда, к сожалению, дети, и 18 для меня дети, и 19 тоже дети, попадают, они разводят руками и говорят, а мы думали, нам сказали, что вы только протокол за это составите, понимаете? Ответственность очень суровая, и жизнь можно сломать. Минсельхозу президент поручил довести площадь орошаемых земель до 40 тысяч гектаров, сейчас 33 тысячи, и, конечно, продовольственная безопасность. Были и прямые поручения, например, чтобы улицу Юности в столице продлили через канал и связали с объездной дорогой. Сейчас улица обрывается перед каналом. Владислав Лукаш, Тесла.